Приветствую. Меня зовут Константин Игначук. Мой сегодняшний собеседник – российский политический и общественный деятель Максим Кац. Мы обсудим то, как стремительно нищают россияне, зачем Кремлю понадобилась пионерия и многое другое. Ну вот переговоры о том, чтобы эвакуировать защитников Азов-Стали, уже давно велись Украина, и в том числе предлагалась процедура экстракшн, чтобы их вывезли в третью страну до конца боевых дней. Но Кремль категорически отказался на это идти, и поэтому вот была придумана вот эта процедура, что их вывозят на подконтрольную Россию территорию и потом обменяют на российских военнопленных. Однако после того, как это произошло, как начали вывозить бойцов с Азов-Стали, в России начали звучать призывы к тому, что не надо их обменивать на российских военнопленных, надо провести показательный суд и чуть ли не возобновить смертную казнь. Вообще, что это такое? Это какая-то инициатива депутатов или такие вещи все-таки транслируются из Кремля? Это сложно сказать. Обычно такие вещи в России не бывают, инициатива депутатов. Но то, что это говорится публично, это совершенно не значит, что что-то подобное планируется реально сделать, потому что Россия терпит военное поражение, заметное, чувствительное, и очень для тех людей, которые верили в военную мощь российской армии, оно очень позорное. Эту аудиторию хотят медийно подкормить. И вот подкормить ее, видимо, хотят какими-то судами над нацистскими преступниками. А где их взять еще, кроме как на Азов-Стале? Поэтому, видимо, хотят провести какой-то показательный суд. Я крайне сомневаюсь, что кто-то будет казнен. Это совершенно не выглядит вероятным. Хотя, конечно, тут нельзя делать прогнозов. Я еще не очень понимаю, как они собираются эти суды проводить, потому что совершенно очевидно, что никаких свидетельств военных преступлений с украинской страны в Мариуполе нет. Мариуполь находится под контролем российских войск уже больше полутора месяцев, по-моему. Ну, в значительной часть города или весь город, за исключением Азов-Стали. И никаких свидетельств военных преступлений продемонстрировано не было российскому зрителю. При том, что какие-либо подобные свидетельства, если они появляются, например, когда стреляли в ноги российским пленным солдатам, и были такие свидетельства, они очень тиражировались сразу, везде и активно. То есть невозможно себе представить, что свидетельства военных преступлений украинских войск есть, и они зафиксированы, но их не показали, не может такого быть. Значит, видимо, их нет. Значит, по всей видимости, там не совершалось военных преступлений украинскими войсками, а они просто выполняли свои прямые должностные обязанности. Они защищали свою землю от внешнего вторжения. И делали это до последнего патрона, что, собственно, армия и должна делать. Судить людей, которые выполняли свою работу, пусть даже это работа военных, это неприемлемо ни по каким принципам, ни международного права, ни российского, ни по каким вообще. Видимо, хотят провести какой-то показательный суд, но я надеюсь, что это все останется в виде какой-то телевизионной байки, или какой-то что-нибудь там, может, быстро что-нибудь осудят, и потом обменяют. Я надеюсь, что все будет хорошо. Центробанк России спрогнозировал, что по итогам этого года инфляция в России будет в пределах 18-23%, а падение ВВП – 8-10%. Скажите, это много, и как это на себе ощутят россияне? Это очень много. Это просто огромные цифры падения ВВП. Это цифры выше, чем были в 90-е годы. Насчет инфляции нет, цифры ниже. Там 2,5 тысячи процентов было, но это потому, что там денежный навес, советский рубль. Это все-таки вряд ли сейчас России грозит. Хотя потерять валюту можно, в принципе. Пока еще непонятно, как это будет все устаканиваться. Это очень большой экономический спад, громадный. Это очень сильно скажется на уровне жизни россиян. Сейчас из того, что видно по стратегии российского экономического блока и российского правительства, они пытаются максимально размазать во времени негативные перемены. Чтобы это не происходило за день, типа бух, и у нас все изменилось. А чтобы это происходило хотя бы за год, а лучше за три. Потому что, например, за прошедшие 8 лет, с 2011-2012 года, 10 лет, россияне стали на четверть беднее. Но так как это происходило плавно, то никаких протестов это не вызвало. То есть люди постепенно становились беднее, каждый год по чуть-чуть, и как-то постепенно привыкли. А вот к резкому падению уровня жизни люди очень чувствительны. Как-то бац, и что такое. Поэтому стратегии российского правительства даже бросили уже пытаться как-то делать вид, что не будет никакого падения. Что вначале как-то не смешите наши искандеры, ваши санкции. Уже никто не делает вид даже об этом. Уже все понимают, что будет очень серьезный удар. И даже озвучивают такие цифры, как 10-12%. Хотя, скорее всего, будет больше. Но это уже озвучиваемые цифры. Огромное падение. ВВП на 1% – это громадная проблема. Вообще-то ВВП должно расти у нормальной страны. Тоже одна из новостей о том, что вроде бы уже как бы нашли покупателя на сеть ресторанов McDonald's в России. Как вы думаете, удастся на базе этих ресторанов возобновить что-то подобное? Ну, там, только под другим брендом. Или это будет уже совершенно что-то другое? Я думаю, что ничего возобновить не получится. Потому что McDonald's – это в первую очередь технологии, менеджерские технологии, которые не будут работать. Но до конца пока непонятно, как это все будет происходить. Потому что McDonald's – все-таки коммерческая корпорация. Это не политическая организация. И они, конечно, заявили, что это не соответствует нашим принципам. Мы уходим из России. Но вот то, что они продают своему франчезе всю сеть и всю инфраструктуру, это действительно попытка, на мой взгляд, просто сменить вывеску и продолжить все, как было. То есть они хотят оставить тех же сотрудников, тоже все то же самое. Возможно, они как-то продадут частично технологии и вроде как просто вывеску сменят. Вполне возможно, что в этом состоит замысел. Не факт, что из этого что-то выйдет. Не знаю, насколько они будут продолжать им управлять и будут ли разрешать использовать технологии или нет. Будем смотреть, что получится. В любом случае, видно, что это коммерческие корпорации. Они пытаются избежать максимально коммерческого ущерба себе. При этом еще и сохранив лицо и избежав репутационного ущерба от работы в России. Это их такая стратегия движения по тонкой ниточке. Они по ней двигаются. Недавно в Москве прошел саммит организации договора коллективной безопасности. На ваш взгляд, какая была цель этого саммита? Чего хотел Путин? Знаете, я не очень за этим следил. Я слышал, что он сказал там какую-то муть очередную, но мы даже ее не очень комментировали, потому что она уже как-то совсем выходит за рамки того, что мы что-то про какие-то биолаборатории там пробухтел. Ну, о чем тут говорить? Не знаю. Возможно, была попытка показать, что Россия остается региональным лидером. Потому что это, очевидно, под вопросом, мягко говоря, сейчас. И, возможно, была попытка показать, что Россия все-таки остается региональным лидером. Ну, там как бы сидели с довольно кислыми физиономиями лидеры всех стран, кроме Беларуси. Беларусь вот сидел с очень веселым лицом. И мне не до конца понятно, как эта вся конструкция может продолжать существовать после этой войны. Ну, видимо, как-то пытаются ее демонстрировать, что она все-таки жива. А может... Это, кстати, все будет зависеть от Украины, как это все будет дальше существовать. То есть, насколько она будет после войны, и в процессе восстановления взаимодействия с этими странами, с их обществами, как это все будет происходить. А при каких условиях Россия может втянуть своих партнеров по ДКБ в войну? Я думаю, это совершенно невозможно. Они даже Беларусь тянуть не могут, которая полностью зависима власть в Беларуси от России. У них нет легитимности. У Лукашенко вообще нет никакой легитимности. В Беларуси все знают, что он не настоящий президент, что его никто не выбирал, и что он держится только за счет поддержки Путина. И даже он не отправил свои войска воевать в Украину. Что уж говорить про, например, Армению, где демократия, где активное общество, и где даже заикнуться, если речь пойдет о том, чтобы армянские военные поехали воевать против украинских, да и там сразу снесут правительство вообще без вопросов. Ну, а какой-нибудь Таджикистан там, ну, я не думаю вообще, что это всерьез пойдет разговор. То есть я думаю, что это абсолютно нереально. Сегодня стало известно, что Конгресс одобрил выделение Украине 40 миллиардов долларов военной и гуманитарной помощи. И документ уже отправлен Джо Байдену на подпись. Почему Соединенные Штаты выделяют такие огромные деньги Украине? Какой им резон? Ну, во-первых, это действительно очень много. Это, по-моему, шесть военных бюджетов Украины годовых, если я правильно помню. Что-то типа того, да? Ну, вот очень много. То есть там у нас наш, значит, наш любимый руководитель российский заявлял, что он демилитаризацию хочет Украину провести. Так вот он получил демилитаризацию, блин. Он сделал демилитаризацию России, потому что угробил всю армию. А Украина получила шесть военных бюджетов и военной помощи. Это ровно наоборот от демилитаризации. Великий стратег, блин, геополитический. Не то, чтобы это было как-то, на мой взгляд, совершенно неплохо для России, что Украина вооружается. Наоборот, если бы она была хорошо вооружена, то, может, не пришло бы в голову на нее нападать. Лучше бы раньше Украина получила эту помощь, это оружие, чтобы даже в голову не пришло туда нападать. Но Путин-то хотел иного. Что касается логики Америки, я не специалист по американской политике, но могу предположить, что сложившаяся ситуация с мировым имиджем этой войны, она абсолютно необычна. То есть таких войн вообще очень долго не было. Чтобы в общественном восприятии была очевидная страна зла и очевидная страна добра. Вот прямо, причем украинское руководство действует абсолютно безупречно. Не было ни одного случая, чтобы оно позволилось усомниться мировому сообществу в том, что она и есть тут страна добра. То есть если там, не знаю, в спектре украинских мнений есть разнообразные вещи, типа там, не знаю, убить всех русских, там вот такие бывают, попадаются мнения, которые, будучи выражены бы, если бы руководством, они бы в вопросике возникли у разных западных держав. Действительно ли тут есть страна добра и страна зла, или это какая-то разборка внутри их каких-то славянских дел. Но настолько безупречно действуют Зеленский и украинское руководство, настолько адекватно и правильно, и, с другой стороны, настолько отважно обороняют каждую прямо сантиметр украинской земли, что невозможно политически в демократии не поддержать, потому что просто потеряется рейтинг. У Байдена, у демократической партии их просто в следующий раз не выберут. И возникнет сейчас большое общественное давление на то, чтобы Америка позиционировать себя как какой-то мировой лидер среди демократических стран. Вот демократическая страна, Украина, находится под атакой авторитарного или даже тоталитарного государства, которая не спровоцированная атака, просто военная агрессия. И не помочь – это большие внутриполитические проблемы. Вот то, что мы видели, с Шольцем началось. Это просто большие внутренние проблемы для политиков тех стран, которые принимают решения. Кроме того, это нарушение какой-то моральной основы, на которых стоит западная система координат. Западные политики не хотят ее нарушать. То есть, если есть добро и зло, то добро надо помогать, считают они. И поэтому такие беспрецедентные пакеты помощи, в целом помощь. И такие однозначные позиции, такая единая реакция западного мира, что не было раньше никогда. Однако сейчас появляются такие полуслухи о том, что западные демократии, такие старые, как Германия или Франция, они опасаются полного разгрома России. То есть, они боятся, что Украина безоговорочно победит в этой войне. Как вы думаете, почему? Ну, это и Байден говорил, что у Путина нет способа выйти из этого и сохранить лицо. Но это вполне естественное беспокойство для любого человека, ведущего какую-то дипломатическую деятельность. То есть, когда у тебя человек, оппонент загнан в угол, то ты можешь ожидать чего-нибудь непредсказуемого. И, конечно, Германия и Франция, особенно Германия, это страшнее, чем Америка, потому что у Германии нет ядерного оружия, находится она близко. И в случае, если Путин будет загнан в угол, то и Польша, и Германия могут ожидать очень больших проблем для себя. И они это понимают, что пролетят проблемы к ним, в первую очередь, не к Америке и даже не к Англии. И, в общем-то, не к Франции, потому что там все-таки есть ядерное оружие. Но эти страны, да, они беспокоятся о том, как выйти из этого конфликта без того, чтобы разрушить весь мир. Это понятно. Но их беспокойство пока остается на риторическом каком-то уровне. То есть они обеспокоены. Я вот сегодня читал, что в Америке обеспокоены, что дальнобольная артиллерия будет использована для стрельбы по российской территории. Им это не нравится. Действительно, это будет очень серьезное событие, если из американского оружия будут стрелять по российской территории. Будут серьезные международные события, вызывающие очень большие риски глобальной ядерной войны. Американцы этого боятся и по делу. Кроме того, неясно сейчас, на мой взгляд, непонятно, как далеко Украина пойдет в этой войне в плане деоккупации территории. То есть будет ли движение за границей 24 февраля, будет ли движение в Донецк и Луганск, и будет ли движение в Крым. И будет ли движение дальше на территорию России. Насколько я понимаю, с одиспектра украинских мнений насчет движения территории России, это мало вообще где высказывается. Хотя выходила в западной прессе сейчас статья, где сравнивали многие, что вначале говорили «Will Russia invade?», а теперь говорят «Will Ukraine invade Russia?». Но даже Крым – это большое беспокойство для западных стран, потому что Россия считает Крым своей территорией, хотя юридически, конечно, это территория Украины. И есть военные причины, совершенно понятные, занимать часть Крыма для Украины, если будут силы. Потому что из Крыма велось нападение на украинскую территорию. Даже тут как ни говори. Военные соображения, заставляющие войти в Крым, хотя бы частично, понятны и естественны. И при наличии военных сил можно ожидать, что Украина будет это делать. Вполне возможно, что западные державы опасаются, что с помощью их оружия будет Украина входить в Крым, и что это может вызвать очень большое международное напряжение. Не знаю, может ли там дойти до похода в глубину Крыма, где большие города. Это уже более сложная история. Я не уверен, что это может ожидаться. Но вот вход на территорию Крыма и вход на территорию России – это те вопросы, которые могут беспокоить западные страны. Они могут бояться ответных ударов России или просто состояние, положение дел, что Путин загнан в угол и не знает, как и должен как-то реагировать, и они опасаются его непредсказуемой реакции. Поэтому я думаю, что при возвращении границ на 24 февраля они будут уже дальше поменять свою позицию. Не диаметрально, но уже они будут как-то пытаться двигать в сторону деэскалации. И я думаю, ну это мои прогнозы, я не специалист в международной политике, но насколько я вижу и читаю иностранные источники, мне кажется, что можно ожидать такого. Вот сейчас становится уже очевидным, что война быстро не закончится, она переходит в затяжную фазу. Об этом говорит Минобороны Украины, говорит НАТО, говорит Пентагон и уже говорят и в России. Россия готова к затяжной войне? Как выяснилось, Россия не была готова ни к какой войне. Ни к быстрой, ни к медленной, ни к затяжной, ни к короткой. Я думаю, что абсолютно не готова. Не представляю себе, как это все будет происходить в дальнейшем, особенно при наличии Украины современного западного вооружения и при ее готовности двигаться вперед. То есть мы же сейчас не говорим про Крым и даже про Донецк с Луганском. Мы сейчас говорим, например, про Херсон. Деоккупация Херсона, это, мне кажется, безусловно. Я не то, чтобы прям, я не нахожусь внутри общественной украинской дискуссии, я за ней наблюдаю так снаружи, но я в спектре украинских мнений не видел мнения, что не надо дооккупировать Херсон. Мне кажется, вот это вообще не обсуждается. И вот точно надо дооккупировать, по мнению всех в Украине, насколько я вижу. И западные страны тоже ничего по этому поводу никто никогда не говорил. Совершенно понятно, что Украина будет это делать, как только будет сила и возможность. Да еще это имеет все основания, потому что жители Херсона, очевидно, этого хотят. То есть здесь нет никаких спорных вопросов. И вот что будет делать Россия, когда Украина пойдет наступать, деоккупировать Херсон, освобождать эти территории, не до конца понятно, потому что это очередные унижения, очередные для России. Очередные военные поражения. Долго этим всем заниматься непонятно, как Россия может, потому что ни ресурсов, ни возможностей нет. Насколько можно читать информацию военных экспертов, заканчивается такое вооружение тяжелое, уже снимаются советские какие-то образцы с хранения. И как это все будет работать против западной техники и очень мотивированных украинских военных, которые освобождают свою землю. И вот их-то будут встречать с цветами в Херсоне и в городах, которые освобождаются, и население будет помогать. Это непонятно, как Россия будет это все делать. Непонятно, зачем это было изначально, но совершенно непонятно, какой... Плана, скорее всего, никакого не было. Поэтому его и сейчас никакого нет. Говорят, Путин там лично командует войсками. Будет приказы отдавать. Ни шагу назад. Что он еще может? А, кстати, то, что он лично руководит военной операцией, рисует стрелочки, передвигает фишечки на карте, к чему это все приведет? К чему? К чему приводит, когда некомпетентный человек чем-то руководит? К полному краху. Собственно, сейчас это и наблюдается. В принципе, он государством-то некомпетентен руководить уже лет, наверное, 15. Он компьютером пользоваться не умеет, я извиняюсь. Дедушка, его бы директором магазина не взяли. Какой президент? Ну, а он же не военный. Он не заканчивал Академию Генштаба, он не изучал военное дело, он вообще разведчиком был, да еще таким, не первой руки. Ну, конечно, он был директором ФСБ потом, но это уже такая работа-то бюрократическая уже была, политическая потом. Он не умеет вести военные операции, вот ничего и не получается. Ну, там, конечно, много и других проблем, но лично... Я не знаю, если... Я просто видел, что, по-моему, Financial Times писал о том, что он лично руководит войсками чуть ли не на уровне... Прям, ну... Прям чуть ли не Наполевом там приказы отдает, звонит. Это вообще какое-то безумие. Ну, не знаю. Может, ты книжек перечитал исторических? Если предположить, что вот Путина не станет там болезнью или его свергнут, то не придет ли к власти Путин номер два? Ведь мы прекрасно знаем, кто его окружает. И в первую очередь эти люди будут стараться бороться за власть. В нашем царстве-государстве так не принято. У нас еще ни разу не приходил кто-нибудь два. У нас вот еще прям со времен царя последнего всякий, приходивший следующий, полностью отрицал предыдущего. Ну, Сталин с Лениным там еще туда-сюда, но все следующие... Ну, Ленин, понятно, отрицал царя, там Хрущев культ личности разоблачал, потом выяснилось, что Хрущев, оказывается, был самодур. Ну, а Брежнев застой устроил, как известно. Ну, два следующих вообще там как-то мимо проехали на лафетах. А Горбачев, значит, оказалось, что вообще все все делали неправильно, значит, перестройку надо устраивать. Ну, а дальше уже новая Россия, весь коммунизм был не тот. Ну, а Путин пришел и, оказывается, Ельцин устроил лихие 90-е, с которыми Путину приходится справляться. Значит, по нашей этой российской традиции, следующий, скорее всего, выйдет и скажет, что, значит, этот все делал неправильно, придумал какую-то чипуфу, какое-то геополитическое противостояние. Надо все делать наоборот, и начнет возвращать Россию на какие-то нормальные рельсы. Тем больше никакого другого пути развития совершенно не видно. Кроме того, у него будет, я не знаю, правда, до какой степени, но у него будет довольно низкий старт. То есть я не знаю, докуда Россия успеет упасть до этого момента. Старт будет довольно низкий. А улучшение положения России после того, как изменится политика таким образом, тоже будет довольно быстро. И я думаю, что естественный ход событий будет просто появление какого-то нормального, если не либерального правительства в России. Это точно какого-то более-менее адекватного. Единственное, может, когда этого не произойти, это если будет состояние Германии после Первой мировой войны. Если россияне будут чувствовать унижение национальное и будут жаждать реванша во что бы то ни стало, что мы готовы жизнь положить, лишь бы взять реванш, вот тогда да, тогда может прийти кто-нибудь очень плохой, может начаться что-нибудь очень плохое. Понятно, что и сейчас происходит нечто очень плохое, ну, в таких терминах, но может еще более глобально происходить проблема. Но мне кажется, что к этому нет предпосылок, потому что мир как-то уроки эти выучил еще тогда. Западные страны даже сейчас как-то очень неохотно разрывают с Россией отношения и всячески сигнализируют, что вы решите проблему Путина и дальше будете плавать на своей яхте у нас тут в Сан-Тропе. Поэтому я думаю, что все быстро исправится, когда Путина не будет. Вот насколько мне известно, сейчас многие россияне в Крыму продают недвижимость и выезжают с полуострова. Как вы думаете, почему, что им угрожает? Что случилось? Я видел, читал такие материалы, я, правда, не знаю, насколько это массово. Ну, что им угрожает? Существует понятно, что Крым – это естественная и понятная военная цель для Украины. Потому что через Крым осуществилось военное вторжение и захватили города украинские. Значит, понятно, что когда дооккупирована будет эта территория, совершенно естественно возникнет военный вопрос. Как, например, Израиль во время шестидневной войны, когда на него напала и Сирия, и Ордания, и Египет. И когда он одержал военную победу, то он у Египта отобрал Синай, потому что через Синай наступали, Синайский полуостров. У Иордании он отобрал Иерусалим и Иудею и Самарию, потому что оттуда стрелять в Тель-Авив было удобно. А у Сирии он отобрал голландские высоты, потому что тоже с них полуизраиль и артиллерия обстрелилась с высоты. И до сих пор голландские высоты он не собирается совершенно возвращать. Вот Синайский полуостров он вернул, потому что Египет как-то сказал, что больше не хочет воевать, а хочет мира. Ну, тогда и вернул. Это просто пример. Если ты устроил агрессивную войну и собирался захватить у другой страны кусок территории, а она дала тебе по морде, то совершенно естественно ожидать, что она может как-то и вторгнуться. Я уже говорю про Крым, который вообще юридически территория Украины. Но даже если не говорить про его деоккупацию полную или его занятия, как это можно назвать, то вход в него для того, чтобы огородить от возможности через него опять напасть, это просто естественная военная задача. Поэтому я думаю, люди в Крыму это понимают. И совершенно непонятно, какие будут в Украине настроения. И при каком-то обвальном отступлении российских войск не возникнет ли в Украине настроения, что нужно весь Крым деоккупировать. Это непонятно для жителей Крыма сейчас. Я думаю, что они хотят оттуда эвакуироваться. Это вполне естественное и понятное желание для них. Особенно наблюдая за украинскими городами и что с ними произошло. Это идет война, и люди могут ожидать ее прихода в Крым. И к этому есть все основания. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Спасибо.